Ну вот, наиболее известные ПИД-1 и ПРОП-1 открытые факторы. Почему они открыты? Потому что мутация в этом факторе может приводить к чему? К нарушению дифференцировки этих клеток. И вот гипофизарная карликовость, гипофизарный, скажем так, врожденный дефицит гормонов аденогипофиза, некоторые варианты того, что раньше называли карликовость. Вот, допустим, описана мутация фактора ПИД-1, в результате чего ПИД-1, посмотрите, сама-то лактотрофы, вот дефицит, врожденный дефицит гормона роста может быть обусловлен... Да, а, допустим, мутация фактора ПИД-1, она может обусловить более тяжелую гипофизарную недостаточность врожденную, когда ребенок врождается с, там, вторичным...